Приветствую вас! За минувшие сутки число инфицированных в Грузии увеличилось на 1824 и на 27 октября достигло 32 127. Скончались 238, из них 23 за минувшие сутки. Посольство Турции в Грузии временно приостановило оказание консульских услуг из-за ухудшения эпидситуации в стране. Несмотря на это, все больше иностранцев хотят в дистанционном режиме осуществлять бизнес-трудовую деятельность из Грузии. Заявку на участие в проекте работы из Грузии заполнили 1100 иностранцев, 700 из которых уже получили подтверждение. С 1 августа по 26 октября текущего года Грузия экспортировала около 8000 тонн фундука на сумму 42 миллиона долларов. Объем экспортированного в этом году фундука превещает показатель прошлого года за аналогичный период на более чем 2200 тонн. Тбилиси завершили реставрацию монастырского комплекса дворца царицы Дареджан. Творец был построен в 1776 году по приказу царя Картли-Кахетти Ираклия II для его супруги царицы Дареджан. Замок-усадьба с церковью были частично разрушены во время нашествия Ага Махмадхана в конце XVIII века. Россия переместилась на четвертую строчку по числу заразившихся в мире. В РФ с начала пандемии выявили более полутора миллиона инфицированных новым вирусом. С 28 октября в России ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23.00 до 6 утра. А в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилят режим дезинфекции. Москвичи обязаны соблюдать смазочно-перчаточный режим. Старшеклассники и часть сотрудников перешли на удаленку. На солнечной стороне Луны впервые подтверждено наличие воды. В 2024 году планируется возвращение астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда. Удачи всем!